Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Не забывайте ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые мастер-классы. В этом видео я покажу, как нарисовать цветной одуванчик. Я уже подготовила палитру, взяла вот такие неоновые цвета и, конечно же, топ без липкого слоя, жидкий. Подготовила типсу, покрасила в белый цвет и смешала желтый неоновый цвет с жидким топом. И начинаю растушевывать. Растушевала, следующий возьму зеленый цвет. Также размешаю его с топом и тоже начну его растушевывать рядом. И так я буду делать по кругу. Не старайтесь сразу, чтобы это было ярко. Нам нужна такая растушевка. Вот, также я беру розовый цвет. И так же начинаю растушевывать. Вытираю кисть, если много материала набрала. Здесь мне хочется побольше растушевать. Оранжевый цвет возьму. Также размешаю его с топом. И заполню пробел, который остался. Не обязательно делать это ровно. Можно делать это в любом порядке. Также где-то, если у вас что-то заходит за границей, это ничего страшного. Даже рисунок будет более эффектнее, красивее. Особенно на первом этапе можно сильно не стараться, а показать именно такую блеклость разноцветную. Добавлю, растушую по краям. Вот, и просушиваю. После того, как я просушила, то же самое делаю вторым же слоем. То есть, видите, уже рисунок получается более яркий. Да, желтый цвет у нас становится более яркий, более насыщенный. Вот, добавляя зеленого, растушевываю теперь зеленым цветом. То есть, если это делать сразу, то сразу оно не получится. Растечется просто рисунок, и все. Вот, и начинаю продолжать так же. Ставить рядышком нашу растушевочку. Вот, у нас получилась граница, да? Мы желтый и зеленый рядом. Вот, мы такими выдвижениями растушуем, да? Чтобы не было у нас четкой именно полосы, которая граничила бы, да? Между желтым и зеленым цветом. Вот, и получается, что мы растушевали. То же самое сделаю и с розовым цветом. Так же рядышком добавили цвет. И растушевали границу. Вот таким образом. Оранжевый возьмем. И наш пробел уже заполнен на оранжевом цвете. Вот так получается ярко, да? Красиво. Да, тут у меня получились границы, да? Я их тоже растушую. Розовый тоже. Так, сверху зеленый. И, конечно, такой дизайн лучше делать на белом фоне. Так как желтый цвет, да? У нас будет такой самый яркий. То есть на белом цвете желтый проявляется. Такой неоновый цвет. И, конечно, неоновые цвета, они тоже такие более яркие. Ну, проявляются, наверное, на белом цвете. Так, добавлю цвета, где, мне кажется, мало. И подрастушую. Вот, просушиваю. После того, как просушила, взяла черную гель-краску, тонкую выстриженную кисть. И начинаю рисовать стебелек. Начинаю ее с середины. Ставлю такой треугольничек. И протягиваю вниз. Чуть закрыла. Но по-другому не могу прорисовать. Вот, просто вверх проведете кисть. Таким образом добавлю. Все. И это мы просушим. Мне кажется, здесь чуть-чуть еще добавлю. Покруглее было. После того, как мы просушили, начинаем прорисовывать наши стебельки. Тоже легким движением, нажатием на кисть, мы ведем к серединке. Не старайтесь сильно близко располагать. Да, потому что мы еще прорисуем между ними еще маленькие стебельки. Вот так, место нарисуем. И здесь вот подрисуем. Верхушечки нарисуем. Наши стебелечки. Одуванчик, который будет разлетаться. Здесь мало получилось. Добавлю чуть-чуть. Вот. Уже прорисовывается наш дизайн. И между нашими длинами я нарисую здесь вот коротенькие. Прорисуем. Все, в принципе, готово. Так, еще сейчас в серединку добавлю, да, нашу, в сердцевинку, чтобы она была более... Более такой разветвленный, в разные стороны. Побольше. Добавлю все к серединке. И свожу. Так. То отправила сушить. Взяла новую типсу. И нарисую, как развиваются наши стебельки, да, как улетают от нашего одуванчика. Ну, вот возьму желтый цвет, да, поставлю вот такие капельки. Теперь оранжевый взяла. Теперь цвета, которые вам нравятся. В хаотичном порядке. Расставляем по всей типсе. Вот таким образом. И просушиваем. Так, тем временем возьму наш одуванчик. И здесь тоже добавлю наши стебелечки для эффекта рисунка. Отправила сушить. Так, возвращаю нашу типсу. И здесь уже прорисовываю стебельки. Неудобно, приходится чуть-чуть закрывать экран. Вот таким образом. Нашу капельку, да, такой хвостик подрисую. Вот, получается, такие у нас стебелечки маленькие. Вот так же это делаю с каждым нашим... Нашей этой точкой разноцветной. Вот таким образом. Прорисую и отправлю сушить. Нарисую такие же стебелечки на нашем основном одуванчике. Подрисую хвостики для эффекта. Вот таким образом. Все готово. Здесь еще добавлю пару таких точек. Совсем чуть-чуть. После того, как мы наш рисунок просушили, покрываем его финишем. Так же мы покрываем и второй наш рисунок. Тоже покрываем финишем. И отправляем лампу сушить. Когда мы просушили наш дизайн, теперь мы берем гель. Такой тяжелый гель для наращивания. И начинаем вставить кабель на нашем дизайне. Вставляем это в произвольном порядке, как нравится. И просушиваем наш дизайн. И просушиваем наш дизайн. Так же я делаю с нашим мактарным дизайном. Сейчас поставлю. Так же я делаю с нашим мактарным дизайном. Так же в нем вставлю кабель. Но кабель я уже вставлю здесь наши точки. Для более эффекта такого. Вот таким образом. В каждый наш рисунок ставлю каплю. И теперь просушиваем. Все.